Эта игра победила повестку, но в ней ты играешь за обезьяну. Эта игра послала нахрен Sweet Baby In, но в ней есть персонаж по имени Небелый. Эта игра база без инклюзивности, но один из боссов это красивая девушка, которая превращается в красного мальчика. Эта игра! Эта игра не создала сюжетную адвенчуру, а кто-то слэшер новой волны а-ля God of War. И правы оказались все понемножку, однако никто не мог знать, что эта игра чем-то напоминает капхэт. ЧЕГО БЛИ? Я серьезно. В этом видео мы обсудим с вами, почему базовичок обезьян так понравился геймерам и что там по повесточке. Почему вуконг не соузлайк, хотя там есть аналог костров и душ, и конечно же сложные боссы. Откуда вообще у игры онлайн в 2,5 миллиона человек? Причем тут вообще капхэт, а также чему у наших китайских братьев могут поучиться разработчики смуты. Это опять будет не прям обзор, а скорее мои впечатления, мои мысли и эмоции, связанные с этой игрой. Ну а перед этим, как всегда, не забывайте, что ютуб замедляется вместе с моим метаболизмом, поэтому, пожалуйста, подписывайтесь на телегу, на твич, ссылочка в описании и закопленном комментарии. Также у нас есть дискорд. Если вам понравится это видео, подписывайтесь на этот канал, поставьте лайк, а мы наконец-то начинаем. Погнали! Если честно, я лично особо вуконг не ждал и совсем не понимал ажиотаж вокруг этой игры. Все дело в том, что я очень скептически отношусь не только к нашему геймдеву, но и к китайскому. Потому что в 2014-2016 годах я много работал с китайскими так называемыми играми. Сначала это были браузерные игры, а потом появились и клиентские. И абсолютно все эти игры были максимально настроены на дойку аудитории. Это были адские донатные дрочильни, в которых было минимум геймплея и максимум гачи-херни. Если вы думаете, что китайцы придумали это только в Геншине, вы ошибаетесь. Подобные гачи-механики были в куче всратых браузерных игр, с которыми я как раз тогда и работал. А Геншин просто перевел все это на новый уровень и сделал еще более привлекательным и доступным. О, этому я даю все 10 баллов. Поэтому вы должны меня понять, что услышав об очередной китайской подделке, я не сказать, что прям начал источать энтузиазм. Однако должен признать, в последнее время китайский геймдев, кажется, начал подниматься с гачи колен. Сначала мы увидели неплохой симбиоз Батлы и Таркова, Дельта Форс, который я тоже был настроен изначально скептически, по, собственно, тем же причинам. Однако я вот недавно поиграл в альфа-тест и могу сказать, что не все так плохо. А теперь вот вышел Вуконг, игра, которая может смело претендовать на звание игры года. И говорю я это вовсе не потому, что в игре нет повестки, и не потому, что мне обещали повышение социального рейтинга, миску риса и кошка-жену. Давайте вот сразу разберемся с этой повесткой. Если честно, я не очень понимаю, во-первых, почему игрой так недовольны некоторые западные игрожуры, которые снизили игре оценку из-за отсутствия инклюзивности. Вы что, господа, мы же играем за обезьяну. Кроме того, в игре полно всяких фури, пол которых определить не так уж легко. А вот это, например, что за лысое существо, оно же представляет сразу несколько социальных групп. Толстых скупов вроде меня, лысых женщин-феминисток и, конечно же, детишек. Ну разве это не инклюзивно? Во-вторых, базовички тут очень радуются тому, что китайские разработчики не прогнулись и послали нахрен Sweet Baby Ink. Хотя так-то разработчики уже заявили, что никаких разговоров и предложений о Sweet Baby Ink не было. Они никого не посылали и к ним тоже никто не обращался. Это была ложь. Так вот, те, кто радуются, что в игре идёт повестки, а это что такое? Ну смотрите, прямо на наших глазах красивая девушка превращается в отвратительного мужика без сисек, но с женским голосом. Мистер Эллиот Пейдж хлопает стоя. Ладно, если говорить серьёзно, грустно, что отсутствие повестки стало в наше время каким-то плюсом. То, что её нет, это, конечно, хорошо, но вон в смуте тоже повестки нет. Сильно ей это помогло? Я тоже не люблю пропаганду, у меня даже есть целое видео про это. Но, блин, ребята, радоваться, что в китайской игре, построенной на классическом китайском романе, нету американской повестки, это как минимум странно. Это же даже не такой случай, как со Stellar Blade. Там реально была смелость разрабов показывать аппетитные женские формы. Вопреки нынешним западным трендам, где уродуют актрис, да, тут было прям реально противостояние. А тут у нас что? Фури-пач какой-то, маленький мальчик просит нас погреметь его погремушкой. I'm here, little monkey. Let me hear my rattle drum. ПДФайлы уже покупают игру. И вообще, в главной роли у нас тут обезьяна, а игра называется Black Myth Vukong. Короче, что я хочу на самом деле сказать. Оценивать игру позитивно только из-за того, что разрабы не прогнулись под повестку, я считаю, неправильно. Все это похоже на какую-то истерию. Одни ругают игру, потому что там нет повестки, другие ее восхваляют, потому что там нет повестки. А я вот хочу оценивать эту игру именно как игру. Так давайте с вами наконец обсудим, хороша ли его конг, как игра. Снова буду с вами честным и откровенным. Я купил эту игру только по одной причине. Потому что летом никаких интересных релизов нет, а мне очень хотелось чего-то новенького. Ну и вообще, работа у меня такая, стримить и делать видео по играм. Поэтому я вроде как должен был купить одну из самых расхайпенных игр этого года. И делаю это, честно говоря, скрипя сердцем. Однако после запуска игры, чем больше я в нее играл, тем больше убеждался в том, что она не просто стоит своих денег. Она как будто становится все лучше и лучше. И сейчас для меня это одна из самых лучших игр этого года. Давайте начнем с того, что сразу бросается в глаза. Это, конечно же, графика. Она просто великолепна. Игра выглядит как настоящий next-gen. И в принципе это можно было бы и закончить. Я знаю, что вы не сможете увидеть всю красоту этой игры на ютубе. Потому что какой бы высокий битрейт я не выставлял своих видео, ютуб все равно убьет его своим кодеком. В игре огромное количество мелких движущихся объектов. А это сразу пикселит картинку. Так что просто поверьте мне на слово, игра выглядит просто великолепно. Это касается практически всего. И то, как прорисованы персонажи, и их одежда, и то, как выглядит окружающий мир. В игре отличные эффекты и замечательные анимации. Тут чарующая атмосфера, причем у каждой локации она своя. И игра сама знает, что она красива. Она очень часто акцентирует внимание на каком-то красивом пейзаже, окружении и так далее. Во всем визуале очень чувствуется стиль китайской культуры, мифологии. Это слово, которое очень хорошо подходит данной игре. И дело не только в том, как выглядит основная игра. Между главами тут просто офигенные мультяшные заставки. Причем иногда это рисованный мульт, иногда кукольный. Если вы любите китайскую культуру, интересуетесь мифологией, философией, вы будете просто на седьмом небе. Я вот так-то не особо любитель, и дальше фильмов с Джеки Чаном мое увлечение китайской культурой не ушло. Но даже я просто в полнейшем восторге от визуала. Эта игра явно становится в ряд с такими красивейшими играми, как RDR 2 и Ghost of Tsushima. Визуальные баги в игре, конечно же, присутствуют. Где-то глючит анимации, лицевые анимации, например, вообще не особо впечатляют. Где-то текстурка не прорисуется. Но общая картинка все равно выглядит настолько хорошо, что все вот эти мелкие недочеты игре прощаешь. Но за это приходится платить цену. Да почему у меня так лагает-то? Он еще и дизай кидает. Ну возьми, возьми! Оптимизация. Да, как вы поняли, в игре не самая классная оптимизация. И если честно, я тут снова возмущен лицемерием геймерского комьюнити. То есть Dragon's Dogma 2 в свое время получила огромное количество негативных отзывов за плохую оптимизацию. А тут ситуация, как по мне, еще хуже. Но никто не ругает техническую сторону игры. Ведь повесточки-то нет. Ура, пусть и лагать, ничего страшного. Господа, давайте мы не будем лицемерными и будем одинаково оценивать технические стороны игр. Так вот, техническая сторона самая слабая часть этой игры. Для тех, кто не знает или забыл, я напоминаю, у меня 40-80, я всегда играю в 4К. Хорош выебываться. Так вот, WoW Kong работает хуже, чем любая другая игра на моей видеокарте. На самой максимальной графике у меня около 20 FPS, включенной трассировкой. Если поставить качество DLSS и трассировки пониже, FPS чуть-чуть вырастает, но этого недостаточно для комфортной игры. Да, я знаю, вы сейчас скажете, Артем, ну что ты хочешь, ты выкручиваешь там графон на максимум. Но, ребят, я так делаю во всех играх. И это единственная игра, которая с включенным DLSS показывает мне 20 FPS. И не помогает даже включенная генерация кадров. С ней у меня, киберпанки, на всем максимальном больше 60 FPS. А тут еле-еле 40. Про то, чтобы играть в эту игру без DLSS, речи быть не может. Благо, если выключить трассировку, то картинка как будто бы особо не меняется, а FPS вырастает значительно, и уже можно играть на максимальных настройках и DLSS на качестве. Поэтому мой вам совет, даже не пытайтесь включать в этой игре трассировку, она сломана. И вот, сейчас вы услышали, наверное, самый серьезный недостаток этой игры. Оптимизация. Она здесь действительно китайская. Просто бесит, что этой игре хреновую оптимизацию прощают, а другим играм нет. Как-то это несправедливо. Но давайте мы перейдем, наконец, к самому важному, а именно геймплеевой игры. То, что эта игра красива, было понятно еще по трейлерам, а вот что же она будет из себя представлять в геймплейном плане, было большой загадкой. И вот самое главное, что мне тут хочется сказать. Ребята, не обращайте внимания вот на этот тег. Эта игра точно не Souls-like. Да это все пиздеж. Да, тут есть костры, да, за убийство врагов вы получаете аналог душ, который тратите на прокачку. Да, некоторые боссы заставляют вас попотеть. Да и в некоторых локациях прослеживается влияние серии Souls. Но на этом какие-либо сходства заканчиваются. Тот игровой опыт, который вы получаете, играя в УКон, кардинально отличается от любых Souls-ов. Тут совершенно другая боевая система, которая будет ближе к слэшерам а-ля DMC или God of War. Ну и еще немножечко Ghost of Tsushima. То же самое касается прокачки. Тут нет никаких классов. Вы развиваете своего героя, покупая ему новые комбы и суперприемы, пассивки. Крафтите ему новую экипировку. Большинство боссов убиваются легко и с первого раза, без заучивания их мувсетов. Даже сложные боссы помучают вас, ну от силы, я не знаю, часок. И то, если вы не особо прокачанным к ним пройдете. Таким образом игра просто намекает вам, что ну как бы вы где-то что-то пропустили. Может быть стоит вернуться. Однако общая сложность у игры, ну прям вообще не рядом с Dark Souls. И лично я не вижу в этом ничего плохого, скорее только хорошее. Весь этот симбиоз, Году Ворсу, Сима и Dark Souls просто великолепно играется. Бывая система динамичная, прокачка интересная, отлично ее развивает. Вы меняете себе стойки в зависимости от предпочтений противников. Вроде как у вас всего одно оружие, это посох. Но у него тоже есть различные пассивки и особенности в зависимости от прокачки. Помимо посоха для боя у вас есть духи, в которых может превращаться наш главный герой. Это различные существа, которых он победил. И у всех у них свои удары со своими плюсами и минусами. Жалко только, что в меню выбора духов не пишут цифры урона и приходится их все пробовать, перебирать. Это немножечко неудобно, но в принципе не страшно. Помимо этого в игре есть еще и заклинания. С собой можно носить 4 штуки, но всего в игре гораздо больше. Из них вы как бы делаете свой билд в зависимости от вашего стиля игры. Вы можете заставлять противника замереть. Вы можете превратиться в одного из побежденных вами врагов и драться им какое-то время, используя его оружие и суперприемы. Вы можете парировать удары, превращаясь в камень и так далее и тому подобное. Прокачивать заклинания тоже можно, увеличивая их силу, длительность и давая им новые особенности. И все вот это вот в совокупе дает нам интересную, зрелищную, динамичную боевую систему, которая несомненно является одним из самых больших плюсов этой игры. Снова буду с вами честен. Я вообще не ожидал, что в Уконг настолько хорошо будет играться. Боевка просто вышка. Однако удивила меня игра не только этим. Удивила она меня еще и тем, как она выстраивает геймплей. Я уже говорил, лично мне игра очень сильно напомнила капхэт. И все потому, что основную часть геймплея тут вы будете сражаться с боссами. В игре аж 81 босс, включая всяких секретных. И поверьте мне, есть такие секретные боссы, которых вы бы не хотели пропустить. У них есть полноценные катсцены, и они очень влияют на то, что с вами будет дальше в игре. Локации в игре тоже есть, да. Но вот к ним у меня, наверное, с геймплейной точки зрения больше всего претензий. Левел дизайн у игры немножко хромает. Основная проблема — большое количество совершенно пустого пространства. Часто бежишь, вот ищешь что-то, а там тупо, ну, ничего нет. Нет ни врагов, ни лут какого-нибудь сныканого. В God of War у нас было нечто похожее. Там тоже надо было бегать по локациям, искать сундуки, месить немногочисленных врагов. Дамы найти побольше секретов, и все для того, чтобы лучше вкачать своего персонажа. И вот тут вроде бы пытались сделать то же самое, но локи, в отличие от God of War, тут часто не коридорные, а открытые. И ты бегаешь как дурачок, чтобы найти что-то спрятанное, и иногда это, ну, просто скучно. При этом в игре очень много невидимых стен, непонятно зачем. Иногда ты вообще никак не можешь свалиться с уступа, а иногда все-таки почему-то можешь. Это немножко фрустрирует. Ну и в целом локации тут выполняют такую функцию, да, чтобы ты пошел, побивал врагов, поискал материал для прокачки и крафта, и немного познакомился с лором игры. Если на боссах вам придется иногда попотеть, то с локациями тут чуть проще. Ну разве что за исключением вот этой локации, которая перекочевала прямиком из Dark Souls. Тут тебе и свалиться можно как раз, и какое-то проклятие накладывается периодически. Я тут, если честно, прям заебался. Just get good. Но во всех остальных локациях все было намного проще, и я их просто проходил как нож сквозь масло. Сами локации со временем, конечно же, становятся побольше, и запутаннее, там присутствуют и элементы Метроидвании, когда ты получаешь что-то, что позволяет тебе попасть туда, куда до этого попасть не получалось. Вот, например, что попасть за водопад из первой главы, и вам нужен будет предмет из второй. Благо перемещаться в локе из предыдущих глав можно без проблем. Вообще всяких секретов в скрытых мест тут прям много, так что я очень советую почаще обращаться к гайдам, чтобы не пропустить большие куски контента игры. Благо, как я уже говорил, игра иногда сама тебя к этому подталкивает. Таким способом, как... Например, я вот пришел к финальному боссу второй главы, и он меня трахал, как моряк после пятилетнего плавания. В итоге я решил просто сделать побочный квест одного из перцов на локации, который привел меня к нескольким секретным боссам, а в конце я получил амулет, который мне помог уже в битве с финальным боссом локации. И теперь я стараюсь не пропускать в игре вообще ничего и никого. Потому что вот в первой главе я убил главного босса локации, и один из необязательных боссов, который был на локе, пропал, а с него, между прочим, выпадал отличный дух. Короче, обязательно исследуйте локации, но будьте готовы, что это будет не самая интересная часть геймплея. Вернемся к боссам. Их много, и из того, что я видел, они, по большей части, очень разные. За исключением вот нескольких лягух, которые, в принципе, похожи друг на друга, однако у них различные специальные атаки. Некоторых боссов я вообще проходил без подготовки, вылетал, выносил и несся дальше. И таких боссов, к сожалению, большинство. В основном это всякие мини-боссы или опциональные, и воспринимается это вроде как босс, но по-хорошему просто какой-то толстый, сильный моб. Поверьте, драться с ними все равно весело. Ощущаешь себя такой, Эй, борцуха, брат, поебалу, на! Половину таких боссов я уже не могу вспомнить. Ты их убиваешь и забываешь, ощущая себя суперубийцей. Пока не такой же, какого-нибудь серьезного босямбы, который пиздюлями спускает тебя с небес на землю. И вот над такими боссами, да, иногда придется посидеть, попотеть, получить их мувсеты, может быть даже метнуться куда-нибудь, чтобы что-нибудь поформить для прокачки. Однако даже самых сложных боссов я в итоге довольно быстро одолевал. Короче, не ждите тут второго Родана или Маленью, по крайней мере, я тут еще такого не встречал. Хотя я прошел только пол игры, и возможно дальше будет что-то пожестче. Но в любом случае, в том же Элден Ринге меня бы уже несколько раз заставили плакать и умолять, тут же я буквально вспотел только сосками. Но опять же, я вообще не вижу здесь ничего плохого, хорошо, что сложно здесь сбалансировано для такого более массового игрока. Если я захочу пострадать, я всегда могу пойти в соулс. А тут я за зрелищностью, эстетикой и динамикой. Давайте скажу немного про сюжет и постановку. Тут все как-то немножко смешанно. Я пытался разобраться в том, что происходит, но у меня не до конца получилось. Сюжет тут вроде подается понятнее, чем в Дарксоусах. Он вообще не мрачный. Персонажи часто юморят и вообще довольно прикольные. Но все равно куча философии, метафор, моему быдло-мозгу не понять. Не зря же я стримеру заделался. Видимо без бэкграунта, в виде знаний китайских мифов и классического китайского романа «Путешествие на Запад», который лег в основу игры, разобраться тут будет крайне сложно. Тем не менее, наблюдать за всем происходящим почему-то интересно. Особенно, если учитывать зрелищность и масштабность катсцен. Тут опять игра больше напоминает не Дарксоус, а слэшеры типа God of War или DMC. Постановка, режиссура, масштабы. Этого много и это завораживает. Да тут даже есть своя Годзилла. Напомню про великолепные мультфильмы между главами. А в течение игры есть в том числе и музыкальные номера. Короче, всё так талантливо и хорошо подано. Становится просто плевать, что ничего не понятно. Смотрится очень круто. Персонажи, если не брать в расчёт главного героя, который был челивый и скромный убивака, тоже не подкачали. У них есть характер, и хоть ты часто не понимаешь, что они несут, ты им симпатизируешь. А некоторые из персонажей тебя даже сопровождают и участвуют в драках вместе с тобой. Короче, сюжетная и постановочная игра, наверное, ближе всего к God of War. Те же масштабные катсцены и юмор, атмосфера мифов, но менее внятный сюжет, который у меня, в отличие от God of War, проследить просто не удалось. Игра как будто пытается себе рассказать несколько историй в процессе своего приключения, но почему она вдруг это начинает делать, я так и не понял, но, опять же, я быдло, простите меня, пожалуйста. Что же мне хочется сказать в заключении? Я остался в полном восторге от Вуконга. Да, у игры хромая оптимизация. Да, локации местами неудобно сделаны и пустоваты. Да, я не до конца въехал в сюжет. Но геймплейно и эстетически это настолько хорошая игра, что ей вообще всё прощаешь. Я еле из неё вылез, чтобы записать этот видос и жду не дождусь в неё вернуться. Мне интересно, какие там будут локации, какие вызовы мне бросить новые боссы, мне интересно качаться и исследовать. Да даже наблюдать за сюжетом, который я не понимаю, мне всё равно интересно. И слава Будде, что тут у нас не очередной китайский шапотрёп, типа Геншина, а самая настоящая, талантливо сделанная, триполая игра с отличным геймплеем, графикой и атмосферой. Изначально я был не совсем согласен с высокими оценками игры. Мне казалось, что 95% понаставили на радостях. Типа ура, у игры нет повестки. При этом пропустив вообще все недостатки игры. Но на самом деле игра вполне заслуживает такой высокой оценки даже при своих недостатках. Потому что с каждым часом увлекает тебя всё больше. Да, пусть вас не обманывает пиковый онлайн в 2,5 миллиона человек. Понятное дело, что абсолютная большинство этих людей, конечно же, граждане Китая. Когда Китай ложится спать, онлайн у игры сильно просаживается. Я уверен, что у игры была мощнейшая рекламная поддержка в своей стране. Но в этом нету ничего плохого. Эта игра заслужила свой успех. Вот как надо делать игры, если ты хочешь, чтобы кто-то заинтересовался твоей культурой. Игра отлично справляется со всеми задачами, поставленными перед ней. И развлечь игрока, и познакомить его с культурой Китая и одним из знаковых произведений этой страны. Это тебе не смуток? Дети выливают, просто ушат говна на голову и говорят, вот, кушай, это русская. После игры в Уконг мне даже захотелось почитать первоисточник, чтобы разобраться, что же там происходит. Разрабам из Сибири новой есть тут чему поучиться. Может быть, когда-нибудь они поймут, что дерьмовая игра никак не поможет просветить, в отличие от игры хорошей. Всё, я всё сказал, спасибо партии, жду свою миску риса и кошка-жено. Но если серьёзно, то да, для меня Уконг это явный претендент на игру года. Пишите обязательно в комментариях, что вы думаете по поводу этой игры, не забывайте подписываться на Телегу, на Твич, на Дискорд, ссылочка в описании и в закреплённом комментарии. А я пошёл дальше фигачить боссов, большое спасибо всем, кто досмотрел до конца. На сегодня это всё, с вами был Мародёр, 120 гигабайт, жёстких всем респектов и хороших игр. Субтитры сделал DimaTorzok